Всем привет! И вы на стиле! С вами, как всегда, Кирилл Метелкин и очаровательная Даша Носчик. Сегодня мы находимся на мастер-классе фэшн-эксперта моды Евелины Хромченко. И какие модные тенденции на весну и лето 2017 года нам расскажет Евелина, мы узнаем немного далее. Мастер-класс Евелины Хромченко стал главным фэшн-событием этой недели в нашем городе. Прошел он в конгресс-холле ИСФУ и собрал полный зал. Модные и стильные представительницы прекрасной половины Красноярска, также те, кто хочет стать модным и стильным, собрались послушать о тенденциях на весну лет 2017 года. Пока Евелина Хромченко готовилась к выступлению, мы поинтересовались у горожанок, чего же они ждут, что хотят услышать от гуру моды, какие вопросы готовятся ей задать. Сегодня такой праздник моды, стиля. А для чего вы пришли на этот мастер-класс? Я пришла учиться, это никогда не поздно. Узнать что-то интересное, зная свои особенности, послушать специалиста, что модно этой весной. Ну вообще, человек абсолютно новый у нас в Красноярске, посмотреть мне интересно. Красиво. А вы? Мне тоже очень нравится, я хочу послушать Евелину Хромченко. Даже город сам по себе красивый, пусть девушки тоже украшают. Я жду атмосферы, красоты, праздника и какого-то важного события в фэшн-индустрии. Я восхищаюсь Евелиной, и мне хочется видеть ее вживую, посмотреть, как она разговаривает, что нового она расскажет, и я жду от нее каких-то новых модных советов и что-то такое. Может быть, какие-то каверзные вопросы или интересные вопросы вы подготовили для Евелины Хромченко? Вопросы не подготовили, но хочу сказать, что потрясающее мероприятие, все такие красивые, и оказывается, у нас столько много стильных людей в городе. Вы знаете, что после основной части мастер-класса Евелина будет отвечать на вопросы зрителей. Вы приготовили свой вопрос? Конечно. У меня всегда один и тот же вопрос. Откуда такие женщины черпают энергию? Почти час Евелина рассказывала о том, что предлагают лучшие дизайнеры мира и России, а также советовала, что можно брать из модных коллекций для повседневной жизни, а что лучше так и оставить на подиумах. И уже после мастер-класса Евелина Хромченко дала эксклюзивное интервью к каналу Афонтова и программе «На стиле». Эксперт моды, телеведущая Евелина Хромченко. Евелина, мы вас так долго ждали в нашем городе. Мы бесконечно рады, что вы к нам приехали. У нас на самом деле восторг. Это чистая правда. Мы перед мастер-классом общались со зрителями, спрашивали бы их эмоции, и никто нам на самом деле так толком и не сказал, что же происходит и бурлит. Евелина, вы не просто женщина, вы бренд. Вы скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что вот это случилось? Вы не человек, а пароход я еще не поняла. Но спасибо, что сказали. Евелина, вы олицетворяете собой стиль моду. Вы всегда, вас в кадре можно увидеть всегда очень стильно и красиво. Какая Евелина дома? Ну, надеюсь, что такая же. Я просто в последнее время довольно часто в домашний стиль впускаю то, что, собственно говоря, надо носить на вечеринках. Но народ не понимает. У меня огромное количество разнообразных халатных форм. Они мне очень нравятся, особенно всевозможные фольклорные. Поэтому дома, а лето выдалось у нас нынче холодным, я очень и очень активно хожу в жакетах, напоминающих халатах, в том числе выполненных из разных фольклорных тканей. Очень это дело люблю и вам советую. Выглядит прекрасно всегда. То есть получается, что Евелина на работе и Евелина дома – это, в принципе, один человек. Ну да, но на работе посильнее накрашенный. У вас прекрасный макияж. Спасибо от вас, особенно приятно это слышать. Евелина, скажите, пожалуйста, а в вашей повседневной жизни есть шопинг? С этим сложнее. Я, как любая нормальная женщина, люблю это. Но поскольку моя работа постоянно связана с круговоротом разнообразной одежды, я, естественно, как любая, опять-таки, нормальная женщина, видя красивую тряпочку, не применую ее приобрести в личный гардероб. Поэтому мне нужно реже ходить по магазинам, нежели другим женщинам, обработа способствует. Я покупаю прямо со съемок. Довольно часто, кстати говоря, получаю в подарок какие-то вещи неожиданно и очень приятно. И всегда благодарна за подобного рода мысли обо мне. Потому что нужно же попасть в размер. И всегда очень мило, когда люди это делают. Вы неоднократно говорите в своих интервью о том, что гардероб – это некое вложение, это некие инвестиции. Довольно такое обширное понятие. А могли бы вы сейчас сказать первоначально, во что вкладывать в первую очередь в гардеробе? 31 мая я читаю как раз на Красной площади Дом-3 в культовом демзале ГУМа лекцию, которая является одной из самых популярных в моей коллекции. Мастер-класс называется «25 модных инвестиций в гардероб». И я там полтора часа рассказываю об этих самых 25 вещах, которые формируют скелет гардероба, без которых довольно тяжело создать идеальный гардероб. Ими не нужно ограничиваться. Вишенка на торте, то, что создает вашу яркую индивидуальность, не находится в базе. Но база помогает вам создать тот самый код, который позволит вам в любые двери войти желанным гостем и, главное, понятным гостем. Вы будете полностью экипированы для любых случаев жизни. От устройства на работу до знакомства с родителями. Сейчас же мы привыкли уже к тому, что всякие различные масс-маркетовские бренды создают некие пиксельные коллекции. Кейт Мосс. Вы имеете в виду коллаборацию? Да, вот вы за коллаборацию с Макс Маркета и Люкса? Я сама делаю коллаборацию с компанией Конико, которая из 180 магазинов на территории России, Беларуси и Казахстана. И мы делаем капсульную люксовую коллекцию, объединив наши усилия, и предоставляем возможность, правда, не слишком широкую, потому что капсула всегда имеет ограниченное, лимитированное количество экземпляров, поэтому надо успеть. А в гардеробе у Елины Хромченко есть небрендовые вещи? А ведь такого сегодня не бывает. У любой вещи есть производитель. И даже когда тебе шьет такую вещь твоя любимая тетя, вещь все равно превращается в брендовую. Например, мой ассистент в свое время долго мучился, как же подписывать вещи такого типа. Журналы звонят, спрашивают, как правильно подписать. Мы придумали для моей тетушки, она довольно часто шьет мне разные красивые вещи, названия красивые. Росапарте. Ее зовут Роза. Росапарте. Поэтому если Росапарте, знайте, что это моя тетя шила. Эвелина, мы знаем, что модными столицами мира являются Лондон, Париж, Нью-Йорк и, конечно же, Милан. Как вы считаете, Москва появится в этом списке? Я думаю, что она уже появилась, потому что у нас есть чем похвастаться. Есть достаточное количество очень интересных дизайнеров, которые ежесезонно, упорно, не прерываясь, делают достойную работу на высоком уровне. И сегодня моды нету национальности. У нее есть прописка, у нее есть корни. Вот, скажем, Гоша Рубчинский. Совершенно молодой, никем особенно не поддержанный молодой дизайнер, который вдруг, внезапно выстрелил, и все его захотели. И на его простой спортивной одежде, предназначенной для мальчишек из подворотин, зациклились все главные модники мира. Причем не только мальчики, но и девочки тоже. Но если мы уже заговорили о российских дизайнерах, вы знаете дизайнеров из регионов? Несомненно, конечно. Я постоянно им помогаю. Что ты из Красноярска? А, не из Красноярска? Почему нет, конечно. Мой предыдущий визит в Красноярск увенчался чудесным знакомством Димы Логинов, который создал бренд Арсеникум, впоследствии замечательно работает с контекстом мужского костюма, который он красиво инверсирует, и для женщины тоже. Если в России тебе нужен смокинг, ты идешь к Логину. Мы гордимся вместе. Я тоже горжусь, потому что приложила некоторым образом руку к его успеху. Хотя, конечно, этот талант пророс бы и сам. Просто ему понадобилось бы чуть-чуть больше времени. Но вне зависимости от того, где бы ни родился человек, он может состояться и достаточно легко, если он талантливый, если он Богом предназначен к исполнению этой работы. И никакие трудности не могут его остановить. Никакие люди, которые не понимают того, что он талантлив, не смогут на него повлиять. И я знаю огромное количество таких примеров. И надеюсь на то, что российские дизайнеры через некоторое время создадут ту же замечательную волну, что сейчас удалось создать, скажем, дизайнерам грузинским. А вот для этой цели дизайнерам нужно не конкурировать, им нужно дружить. Именно. Дизайнерам нужно научиться не ругать изделия других, а хвалить. Научиться находить что-то хорошее, что-то уникальное не только в своих коллекциях, но и в коллекциях других людей. Это же касается всех производителей гуманитарных ценностей, художников и кинографистов и писателей. Русская волна на международной арене может случиться только если мы вместе. И на этой фэшеноте, как мы говорим, мы хотим сказать вам огромное спасибо, Елена, что вы уделили нам время. Спасибо вам. Мы будем ждать вас снова. Приезжайте к нам еще, мы вас с удовольствием по присутствию на ваших мастер-классах. И с вами были Кирилл Метелкин, Дарья Носик и модный эксперт Елина Хромченко. Под вашу помаду я знал. Благодарю вас. Благодарю вас. Ну а я со своей стороны всегда рада приглашению. Мне очень нравится город Красноярск, очень особенный город. С совершенно потрясающими людьми и с совершенно потрясающими внутренними ресурсами. Потому что я всегда, когда приезжаю в какой-то новый для себя город, о Красноярске я уже немножко знаю, я уже второй раз в этом городе, я прошу чего-то аутентичного. Меня постоянно пытаются отвезти, например, в итальянский ресторан в Иркутске, а я сопротивляюсь и спрашиваю, а где у вас продаются местные пельмени. Людей это немножко ставит в тупик. Я считаю, что абсолютно в любом городе есть совершенно прекрасные вещи, которые отсутствуют в любом другом регионе. Есть какие-то сувениры, причем не магниты на холодильник, которые можно найти только здесь и больше нигде. И Красноярск в этом смысле, конечно, прекрасный пример. И я уверена в том, что я еще многого не знаю, мне многое предстоит узнать. Я совершенно уверена в том, что здесь есть очень заманчивые, местные, талантливейшие дизайнеры, о которых страшно мечтают модницы всего мира, ну и я в том числе. Ребята, успехов! Делайте свое дело и будьте уверены в том, что вы уникальны. Вне зависимости от того, где вы живете, делайте свое дело талантливо. И все захотят купить ваше платье. Все равно откуда вы его пришлете, из Парижа или из Красноярска? Вот честное слово. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин